МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собираясь каждый год 12 сентября на городской крестный ход, посвященный празднику перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из города Владимира в Санкт-Петербург, казаки объединенной общины Невская Сечь справляют и свое торжество – день рождения общины. Созданная в год 300-летия Александра Невской лавры 12 сентября 2013 года, община объединила курортный отдел Створопольского казачьего войска, конвой памяти святого царя-страстотерпца Николая II и Санкт-Петербургскую кубанскую казачью общину. Участие в большом городском празднике, посвященном небесному покровителю общины, святому князю Александру, – повод подвести итоги и сверить ориентиры – кто мы, откуда и куда идем. Поднявший меч на наш союз, Достойн будет худшей кары, И я за жизнь его тогда Не дам и самой ломаной гитары. Как вожделенно жаждет век, Нащупать брешь у нас в цепочке, Возьмемся за руки, друзья, Возьмемся за руки, друзья, Чтоб не пропасть по одиночке. Возьмемся за руки, друзья, Возьмемся за руки, друзья, Чтоб не пропасть по одиночке Среди совсем чужих перов И слишком ненадежных истин. Не дожидаясь похвалы, Мы перья белые свои почистим, Пока безумный наш султан Сулит дорогу нам ко строгу, Возьмемся за руки, друзья, Возьмемся за руки, друзья, Возьмемся за руки, ей Богу, Возьмемся за руки, друзья, Возьмемся за руки, друзья, Возьмемся за руки, ей Богу. Мы стали взрослее на 25 лет. За это время казаками пройдено много дорог, Совершено множество дел на благо сел, городов И всей нашей необъятной страны. Возведены храмы, Выросло новое поколение молодых людей, Свободных атаков советской идеологии, Но многое утрачено на этом пути. В разноголосии средств массовой информации Трудно уловить действительное чаяние русских людей. Социологические исследования редко бывают объективны, А результаты голосования лукавы. Во времена перестройки люди собирались на площадях, Чтобы высказаться. А как сейчас? Оглядеться на местности и понять общественное настроение, Казакам помогают любознательность и смекалка, Современная техника и мнение авторитетных аналитиков. Возьмемся за руки и богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы сейчас находимся на стадии перехода к новому смыслу жизни. В сентябре был крестный ход в Петербурге. Сто тысяч человек. Субтитры создавал DimaTorzok Святый, благо верный, великий княже Александр... Сто тысяч человек. Оповещения практически не было. Только сарафанное радио. Из интернета узнавало только 8% участников из стотысячного хода. Многие присоединились по ходу. Почему? Потому что радостное событие, потому что хорошее событие, потому что идут красивые люди, потому что очень хороший лозунг веры отечества. В обществе, несмотря на зигзаги, несмотря на колебания, какие-то провалы, раздет религиозность. Радикальное меньшинство, которое традиционно концентрируется, и вы знаете практически во всех странах, в средствах массовой информации. Вот как-то их туда затягивает. Они понимают роль средств массовой информации. Это радикальное меньшинство. Они, конечно, пытаются, влияют, сбивают некоторых неустойчивых людей с правильной позиции, но они не отражают настроение большинства нашего населения. Сейчас у людей после 70 с лишним лет советской власти, десятилетия 90-х годов, начала 2000-х, уже все сложилось, все понимание, что эти пути-то пройдены. Ну, чего там, кто-то призывает молиться Иосифу Виссарионовичу, кто-то, ну, это тоже пройдено, уже все это было, уже все это прошло, а закончилось печально. Кто-то призывает, как говорят коммунисты, у нас есть программа, мы все разработали, тоже уже все это пройдено. Либералов просто не воспринимают на дух, потому что только что это пережили. И сейчас вот такой вот, не то что поиск смысла, а уже тяга к смыслу, тяга к России. У меня вот есть книга «Вернуться в Россию» называется. Вот идет возвращение в Россию, то есть нашу любимую родину, потому что мы долгое время жили не в России. Мы жили в Советском Союзе, жили какой-то вот либеральный российский. Мы постоянно блуждали по каким-то тропинкам в этом лесу, сойдя с нашей прямой дороги. Может, она и не такая широкая, не такая благоустроенная, но это наша прямая дорога. Сейчас люди возвращаются, хотят вернуться в Россию, не знают еще как, почему, каким способом дойти до этой дороги, но хотят вернуться в Россию. Почувствуют свое, родное. И я думаю, что вот такие явления, вот как этот крестный ход, который без особого агитации и пропаганды собрал 100 тысяч человек. Я думаю, если чуть-чуть поагитировать, то соберется и 300, и 400, и 500. Люди истосковались, возрождается цивилизация. Мы же не страна, мы же цивилизация. Мы должны это понять, нам западники это в упор ставили, что мы цивилизация, а мы должны это поднять, как наше знание. Мы цивилизация, мы объединяем, мы выше даже, чем империя, хотя мы и империя тоже. То есть мы объединяем всех людей. Да, люди русские, православные, их большинство, они, конечно, у них больше ответственности. Больше ответственности. И вот, к сожалению, еще тут надо поработать, потому что некоторые не понимают, что ответственность на нас. И наш народ всегда жил с идеальной целью. Это цель Святая Русь. Мы понимали, что мы ее не построим на земле, но она есть, это идеал, к которому мы должны стремиться. А это и есть смысл, поиск смысла жизни, поиск смысла существования нашего народа, народа России, нашего государства, нашей цивилизации. Зачем? А зачем мы вообще нужны? Ведь у нас есть божественная миссия быть альтернативой тому миру, альтернативой именно духовной, смысловой, сакральной. За четверть века от митингов на площадях и мучительных поисков новых идеалов, наше общество начинает движение к непререкаемой цели, к идеалу, которому нет альтернатив. К святости и богообщению осознанно или интуитивно стремится человек. И у нас в России для такого движения есть все необходимое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok